В КФУ продолжается прививочная кампания против коронавируса. Кому противопоказана прививка и как избежать осложнений после введения вакцины? Нежелательно делать это занятие спортом, употребление алкоголя, посещение саун, вань. Опасен ли вирус после смерти человека? Как долго он может прожить и есть ли риск заражения спустя столетия? Генетического материала, коронавируса, который, возможно, наши потомки обнаружат через тысячелетия в наших телах, они, конечно, уже не будут представлять вообще никакой опасности. Магазины без продавцов или о том, как новейшие технологии меняют мир? Владелец может полностью отказаться от кассиров и части других сотрудников. Не значит ли это, что будущее, в котором технологии вытесняют обслуживающий персонал, уже наступило? Всем привет! В эфире Универ-Ньюса в студии Дианы Желенкова. Фонд «Петербургская политика» и экспертная сеть «Давыдов Индекс» опубликовали очередной рейтинг упоминаемости в СМИ ректоров российских вузов. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров разместился на пятой позиции. Авторы рейтинга выделили 59 упоминаний ректоров СМИ. В разгар лета начинается активный сезон отпусков. Чтобы не испортить отдых, нужно не только собрать все необходимые вещи, но и позаботиться о безопасности. В этом поможет вакцинация против коронавируса, которую можно пройти в университетской клинике Казанского федерального университета. О том, как подготовиться к процедуре и какие рекомендации необходимо соблюдать, смотрите далее. В университетской клинике Казанского федерального университета уже завершили вакцинацию почти 6 тысяч человек и привилось первым компонентам вакцины более 7 тысяч. Однако прежде чем сделать прививку, необходимо выяснить, есть ли противопоказания к процедуре. Например, беременность, аллергии на компоненты вакцины и другие. В качестве противопоказания это возраст до 18 лет, какие-то острые состояния, обострение хронических заболеваний. То есть, если человек здоров, в принципе, он может привиться. В плане после прививки, что нежелательно делать, это занятие спортом, употребление алкоголя, посещение саун, бань. Рекомендации следует соблюдать, чтобы не осложнять возможную реакцию после прививки. В первые сутки после введения вакцины может появиться озноб, незначительное повышение температуры тела в пределах 37 градусов, недомогание и другие. Все это норма, однако если неприятные симптомы держатся более трех дней, а температура поднимается выше 37 градусов, необходимо обратиться к врачу. Если осложнений не наблюдались, то спустя 21 день необходимо ввести второй компонент вакцины, после чего пациент получит сертификат о проведении вакцинации. Для того, чтобы получить сертификат, необходимо быть зарегистрированным на госуслуги, иметь подтвержденную учетную запись. После этого мы уже переотправляем данные, как только пациент провакцинируется, им приходит сначала дневник о вакцинации, после первого этапа и после второго этапа уже приходит сам сертификат. Напомним, что привиться можно в университетской клинике Казанского федерального университета по адресу Вишневского 2А. Запись по телефону 233-30-00. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНЕЛС. На сегодняшний день в клинике можно привиться вакциной «Спутник Ви». Диана Желенкова, Ленар Тавлетьяров, Универ Ньюс. Кьюар-коды заменяют продавцов и официантов. Как кафе и магазины самообслуживания захватывают рынок. Раскроем внутреннюю кухню в сюжете. Сетевые, кафе и магазины по всему миру присоединяются к гонке технологий. Сегодня немногие удивятся кассам самообслуживания и вендинговым автоматам. Но Амазон, Пятерочка и другие ритейлеры пытаются настолько автоматизировать работу торговых точек, что у них почти нет обслуживающего персонала. Мы находимся в бизнес-центре «Айти-парк» в Казани, где в апреле 2020 года был открыт магазин самообслуживания. В нем нет не только людей, но и касс, а войти в магазин можно с помощью специального приложения. Формант магазина непривычный. Чтобы разобраться, как работает торговая точка, придется потратить несколько минут. Технологии компьютерного зрения распознают, какие товары взял покупатель. А оплатить их можно, привязав к аккаунту банковскую карту или пополнив счет в приложении. Сейчас таких магазинов уже несколько. Все они были открыты в рамках проекта «Цифровая деревня». А в 2020 году его автор, аспирант Высшей школы информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского университета и уполномоченный по технологиям искусственного интеллекта в Республике Татарстан Булат Замалиев попал в список самых перспективных россиян до 30 лет по версии «Форбс». В торговой точке, около которой мы сейчас находимся, продукцию отслеживают камеры. Что именно и сколько взял человек? Насколько сложно обучить этому искусственный интеллект? Довольно-таки непросто. То есть тут нельзя сказать, что лишь искусственный интеллект задействован для решения этой проблемы. Если мы делаем магазины без продавцов, это накладывает определенные барьеры, ограничения. Нам требуется, например, мобильное приложение. Но есть форматы магазина. В формате магазина у дома, где человек хочет без карточки какой-либо, без приложения, просто без ничего зайти в магазин, взять товары, расплатиться наличкой и уйти. Вот это довольно-таки непросто. То есть здесь еще есть работа определенная. А другие форматы, они уже готовы, наверное, к такой промышленной эксплуатации. Плюсы точек самообслуживания очевидны. Клиент может не контактировать с продавцом или официантом, а из-за отсутствия персонала на рабочем месте не возникает очереди. Владелец может полностью отказаться от кассиров и части других сотрудников. Не значит ли это, что будущее, в котором технологии вытесняют обслуживающий персонал, уже наступило? Стоимость живого труда постоянно растет. Постоянно растут требования к условиям труда, требования к квалификации работников, особенно в розничной торговле, особенно если это связано, скажем, с продовольствием. Есть требования по медицинским книжкам и прочее, и прочее. Сейчас есть требования антиковидные. То есть содержание в рамках бизнеса большого количества персонала, это очень дорого и становится со временем дороже и дороже. Розничная торговля будет, естественно, переходить на новые технологии. Я не думаю, что все магазины станут абсолютно бесконтактными, абсолютно блюдными, но количество людей, задействованных в розничной торговле, скорее всего, будет неуклонно снижаться. Сдаться технологиям или возглавить их – каждый человек решает этот вопрос по-своему. Известно одно – в двигателе «Прогресса» достаточно топлива, чтобы тянуть за собой мировое сообщество. Ариадна Кугушева, Виолетта Басова, Универньюз. Согласно статье, опубликованной в журнале Cell Reports, в древнем черепе охотника-забирателя, вжившего 5000 лет назад, нашли старейший штамм чумной палочки. Можно ли полагать, что будущие поколения найдут в наших останках следы коронавируса и будет ли он представлять угрозу для человечества? Смотрите в сюжете. По словам доцента Института фундаментальной медицины Казанского университета Павла Зеленихина, коронавирус, как и все вирусы, во-первых, хуже сохраняется в среде, чем болезнетворные бактерии, некоторые из которых способны образовывать специальные покоящиеся формы, например, споры. Возбудитель сибирской язвы сохраняется в почве, уже доказано, несколько десятков лет, вполне себе спокойно. Возможно, сохраняется и сотни, но, конечно, не тысячи. Чумная палочка не образует покоящихся форм, это не спорообразующие бактерии, поэтому так долго, как сибирская язва, тоже сохраняться не может. Вирусы, к которым относится коронавирус, сохраняются еще меньше. То есть для того, чтобы обеспечить сохранение на достаточно длительный срок, необходимы определенные условия. Когда человек умирает, большая часть микроорганизмов, включая вирусы, находящихся в нем, очень быстро погибают. Какая-то часть остается на небольшое время, которое зависит от условий, в которых происходит сохранение. Но все равно через достаточно длительное время все это гибнет, и остаются лишь небольшие кусочки, фрагменты белков, нуклеиновых кислот, которые впоследствии исследователи могут обнаружить и как-то так проанализировать. Но это, безусловно, уже не живые существа, а лишь остатки. Опасен ли вирус после смерти человека? Сколько он живет и есть ли риск нового заражения спустя столетия? Те небольшие фрагменты, остатки, какие-то кусочки генетического материала, коронавируса, которые, возможно, наши потомки обнаружат через тысячелетия в наших телах, они, конечно, уже не будут представлять вообще никакой опасности, потому что это будут не целые вирусные частицы, а лишь их небольшие фрагменты. Более того, скажу, коронавирус в качестве генетического материала содержит РНК, рибонуклеиновую кислоту, которая значительно менее стойкая к окружающим воздействиям, нежели чем ДНК. Елизавета Никитина, Виолетта Басова, Универньюс. На этом все. В студии была Диана Желенкова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!